Всем здравствуйте! Это цветы вместе! Меня зовут Дарья и сегодня у нас эксклюзивный обзор одного из редчайших сортов коллекционной монстеры монстера обликва манки маск вареньгата. Это растение мы привезли под заказ из Голландии. Закупка на него была в нашей группе ВКонтакте. Также для вас мы можем привезти любое растение из аукциона в Голландии под заказ. Подписывайся на наш канал, на нашу группу. Будем рады вашим покупкам. Сегодня давайте более подробно поговорим об этом растении. Расскажем, почему этот сорт такой эксклюзивный. Почему он такой редкий и так ценится. Дело в том, что монстера Адамсона или монстера пробитая, монстера косая, неравнобокая, ампельная или просто монстера обликва, редкий сорт, лианы, родованные из Южной Америки. На текущий момент большое предложение по монстерам дает Таиланд, а для Голландии это действительно эксклюзив. Кроме того, стоит сказать, что Таиланд предлагает монстеры с белой вариегатностью, а нам удалось привезти монстеру именно с желтой вариегатностью. Наверное, Таиланду такое даже и не снилось. Светлые участки, которые вы видите на листьях, в дальнейшем будут желтые. Листья необычной формы, с прорезями на них. Они делают данную монстеру привлекательным для любого покупателя. Растение растет на побеге и при росте формируют дополнительные листья. Длину монстера может достигать 5 до 10 метров. Она любит полутень и боится прямых солнечных лучей. Многие любители экзотики, да и просто желающие придать своему дому уют и интересную зиминку, хотят выразить монстеру на своем подоконнике. Однако огромное количество людей в интернете с экранов телевидения, из книг, кричат о том, что это растение ни в коем случае нельзя размещать дома. Давайте разберемся почему. Название растению выбрал немецкий ботаник 19 века Шотт, вложив в него французское слово монстр, синонимами которого являются урод, чудовище. И, конечно же, выбор имени растения оказался давно далеко не случайным. Всему предшествовали интересные исторические события. Во времена Парагвайской войны в Европе появились легенды о пятиметровом растении убийцы, который встречается в дебрях Южной Америки. По рассказам путешественников, растение нападало на людей и животных. Пронзали тела длинными ветками, оставляя скелеты. Странники принимали корни, свисающие монстры за щупальца. Они прорастали сквозь скелет погибшего в джунглях человека или животного. И путешественники воображали себе страшные картины смерти. На самом деле, объяснение этому всему более простое. В провинции Чокопарагвая, где эти монстры росли, было очень жарко. Кроме колючек, выпаляемое солнце в пустыне ничего не было. И чтобы спастись от палящей жары и солнца, люди и животные прятались под тенью свисающих листьев. Трупы, которые находили под ними, принадлежали раненым людям и умирающим от жажды животным. Они укрывались в тени деревьев. Листья, всегда не спадающие до земли, действительно смыкались над ними, но вовсе не для того, чтобы сосать их кровь. Говорят, что легенда об Амонстере, как о каком-то неком чудовище, все еще имеет место быть в Бразилии. Действительно, любителям страшилок эта история кажется интересной. И до сих пор она рассказывается, передается не только в Бразилии, но и во всех странах. Давайте поговорим о фактах, которые выступают в пользу Амстеры. У нее есть положительные качества. Она оздоровительная, целебная, оттягивает негатив, лечит, избавляет человека от сильной головной боли. Отдыхать в плеси этого горшка безопасно. В странах Востока растение считается целебным. В Таиланде ветки Амонстера ставят возле больного человека, и он выздоравливает. В Лаосе ставят у входа в дом как оберег. Говорят, что это растение устраняет беспорядок, упорядочивает мысли, концентрирует повышать внимательность человека. А в доме будет гармония и порядок. Это растение поможет уснуть, отогнать бессонницу, снимает стресс, напряжение. Также оно украшает. Раскидные листья Лианы украсят интерьер квартиры и приведут вид тропиков. Листья обогащают воздух в квартире кислородом, очищают атмосферу от углекислых газов и приятных запахов. Монстера – домашний барометр. Появление на листьях капли воды означает дождь. Восточные ученые подтвердили, что Монстера способствует укреплению нервной системы, развитию интеллекта, лечению головной боли, избавлению от беспорядка и формулировки мыслей. Фан-шуи считается, что это растение помогает при переговорах. Может быть, поэтому Монстера очень часто встречается в кабинетах директоров? Она помогает принять решение? Мнения о полезности и вредности Монстеры разные. Решайте сами, но знайте, что любовь открытится любовью. А в недостатке заботы цветок не растет. Спасибо, что посмотрели это видео. Мы были рады, что мы смогли для наших покупателей сделать обзор, для наших подписчиков показать растение, как оно выглядит. Постарались сделать это максимально со всех сторон. Даня это растение отправляется к покупателю. Пусть оно растет здорово, с крупной барейгатностью на листьях, радует своим ростом и приносит счастье. Это «Цветы вместе». Меня зовут Даня. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки к этому видео. Делайте заказы в группы. Спасибо Алексею за видеообзор. Всего доброго и до новых встреч.